Все собственники долей Skyway ждут выхода компании на IPO. Сегодня мы расскажем о том, каких успехов достиг проект за последние годы и как будет происходить его подготовка к первичному публичному предложению. В 2014 году Skyway был стартапом, который использовал краудфандинг или народное финансирование для привлечения средств в проект. У термина стартап много определений, но для понимания сути остановимся на самом простом. Стартап – это инновационный проект или компания на ранней стадии развития, которая отличается наличием уникальной идеи или технологии, которые могут выстрелить. Инвестиции в стартапы через краудфандинговые платформы проще, чем инвестиции на бирже. Чаще всего для входа вам требуется только пройти процесс регистрации и верификации на платформе. У инвестирования в стартапы есть ряд недостатков. Главный из них риск потери денег. Согласно статистике, успешными становятся 10% стартапов, некоторые называют цифру 3%. Многие проекты закрываются по причине недофинансирования. На стадии стартапа компания Skyway предоставила инвесторам план, в котором подробно описывались 15 этапов развития проекта, сколько инвестиций нужно привлечь и какие работы выполнить на каждом этапе. Сегодня, находясь на 13 этапе развития, остается только удивляться тому, как основатель компании Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий смог сделать за меньшие деньги намного больше, чем планировалось. Начав вывод проекта на рынок в 2014 году и имея на тот момент только технологию, спустя всего 5 лет, в 2019 году компания уже имеет собственное четырехэтажное офисное здание. Собственное производство с несколькими заводскими цехами, оснащенные самым современным оборудованием и станочным парком. Штат из более 600 инженеров, 36 гектаров земли под Минском, 5 тестовых участков, общая длина 4 километра и в настоящее время заканчивается строительство шестого участка. Спроектировано и изготовлено шесть принципиально разных моделей рельсовых электромобилей. Создан самый крупный в мире дрон, грузоподъемность 1500 килограмм, скорость которого 170 километров в час, дальность полета до 500 километров. Создан социальный электромобиль для инвалидов-колясочников. Премьера состоялась на ВДНХ в Москве 12 сентября 2018 года на выставке Инва-Экспо. Налажено собственное производство модельного ряда мотор-колес. Разработана интеллектуальная система безопасности и управления подвижным составом. Создана струнная интеллектуальная система охраны периметра. Сертифицировано четыре типа подвижного состава. Спроектирован и построен пешеходный струнный мост. Спроектирован и изготовлен уникальный шестиместный высокоскоростной 500 километров в час Юнибус, премьера которого состоялась 18 сентября на выставке Инна-Транс-2018 в Берлине. Ведется строительство демонстрационного участка в Объединенных Арабских Эмиратах в штате Шарджа для сертификации технологии в тропическом исполнении. Половина перечисленных объектов не были изначально заложены в плане развития, но все равно были реализованы. Большой объем работ увеличил временные рамки проекта, но сегодня можно утверждать, что проект Skyway вошел в небольшой процент состоявшихся стартапов. Однако начальный этап развития проекта завершится вместе с 15 этапом, когда холдинг Skyway выйдет на прибыль и самофинансирование без привлечения акционерного капитала. После завершения 15 этапа холдинг Skyway будет получать прибыль за счет поступления заказов на адресные, девелоперские и инфраструктурные проекты в разных странах. Именно в этот момент начнется бизнес. При этом не стоит забывать о высокой конкуренции на транспортном рынке. Компания должна показать и доказать, что несмотря на то, что она совсем молодая, пришла она на мировой транспортный рынок надолго. Проект Skyway выйдет на развитый рынок, имея сотни предзаказов. Однако предстоит огромная работа по организации строительства, подбору кадров, заключению договоров с подрядчиками, контролю качества и тысячам других вопросов большого бизнеса. В это время компания Skyway не сможет выйти на IPO, потому что это шаг для зрелой компании, а не для компании, которая только вошла в бизнес. Давайте поговорим немного о самом IPO. Почему она является таким желанным для инвесторов? IPO – это сокращение, образованное изначальных букв – Initial Public Offering и переводящееся как первичное публичное предложение. Под ним понимается изначальная массовая продажа эмитентам своих ценных бумаг, его дебют на бирже, после которого он становится известен финансовым и деловым кругам. По окончании IPO организация превращается в публичную компанию, а ее акции становятся доступными для приобретения неограниченному числу инвесторов. Другими словами, IPO позволяет продавать акции компании на фондовой бирже, где купить их может любой желающий. В самом начале проходит так называемый первичный рынок, когда акции компании продаются непосредственно напрямую, то есть продавцом выступает сама компания. В момент IPO акции расходятся очень быстро, и когда они заканчиваются, продавцами акции уже выступают сами инвесторы. Это называется вторичный рынок. Проведение IPO практически во всех странах мира регулируется государством. Законы большинства стран обязывают компании, которые хотят провести IPO, перед размещением акции изменить свой статус с закрытого на публичный. Для подготовки выхода акций на биржу обычно требуется не менее 200 тысяч долларов. Подготовка к тому, чтобы компания получила статус публичный, проходит в несколько этапов. Предварительный этап. Компания нанимает один или несколько инвестиционных банков для вывода своих акций на биржу. Компания может и самостоятельно организовать выход на биржу, однако на практике это встречается редко из-за особенностей процедуры IPO. Инвестиционные банки проводят оценку рыночной стоимости компании и приводят в порядок необходимые документы. Затем инвестиционные банки получают в собственность около 10-15 процентов акций компании по цене размещения, так что они заинтересованы подогревать интерес инвесторов комитенту. Инвестиционные банки в таком случае выполняют функции андерайтера. Подготовительный этап. На данном этапе банк андерайтера выполняет следующие функции. Разработка процесса IPO. Составление бизнес-плана. Проверка компании на соответствие национальным и межгосударственным стандартам и законам. Избавление от слабых и непрофильных активов и так далее. Фактическое проведение IPO. Теперь необходимо вывести акции на биржу. Вначале составляется инвестиционный меморандум, в котором указывается общее количество акций, стоимость акций на начало торгов, определение размера дивидендов и другая информация об инвестиционной политике компании. Затем происходит регистрация компании на бирже и в государственных органах. После регистрации проводится пиар-компания, которая должна привлечь внимание потенциальных покупателей акций к IPO. Процедура IPO завершена. Успех публичной компании уже не нуждается в доказательствах. Представлять акции на самых крупных биржах в мире не только престижно, но и выгодно. Компания, выходящая на IPO, должна не только следовать принятым национальным стандартам, общепринятым принципам финансовой отчетности, но и демонстрировать стабильное улучшение финансовых результатов. Иными словами, демонстрировать положительную динамику финансовых результатов в предшествующие периоды. Другими словами, любая компания перед выходом на публичные торги должна проработать на рынке определенное время, имея при этом постоянный рост прибыли. Холдинг Skyway не является исключением из правил. Перед тем, как стать публичной компанией, нужно закрепиться на рынке и прибыльно проработать на нем минимум три года. И только после этого можно начинать процедуру подготовки к IPO. Так диктуют законы рынка. На какой площадке разместить свои бумаги компания выбирает сама. Известно такое мнение, что IPO более эффективна на мировых площадках, так как там сосредоточены основные капиталы. Последнее время привлекательным становится его проведение в Китае. Так, в 2016 году гонконгская биржа вышла в лидеры по размеру первичных предложений — 25,1 миллиарда долларов. На втором месте шанхайская — 17,4 миллиарда долларов. Для сравнения, на Нью-Йоркской — 14,4 миллиарда, лондонской — 7,8 миллиарда долларов. Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что держатели долей проект Skyway совершили правильные инвестиции. Доказательством тому служит успешное развитие холдинга Skyway. Огромная заслуга в этом принадлежит, конечно, Анатолию Эдуардовичу Юницкому — человеку с незаурядным умом и необычайными организаторскими способностями. Компания вплотную подошла к окончанию процесса начального развития. Далее все будет идти по законам рынка, и все держатели долей должны знать эти законы. Субтитры создавал DimaTorzok